Она появилась на КП-дивизии жарким июльским днём 1942 года вместе с группой офицеров, прибывших на пополнение. Круглолицая, голубоглазая, с золотистыми волосами, подфорными кубанками. Помню, представилась младший лейтенант Раенко. При распределении на должности она настойчиво просилась в 37-й гвардейский полк. Это была единственная девушка-офицер в нашей дивизии, поэтому не хотелось посылать её в полк на передовую. Ей предложили работать при штабе дивизии. Однако она отказалась и продолжала настаивать на своём, хотя так и не объяснила причину. Пришлось направить девушку-адъютантам во 2-й батальон полка. Потом мы поняли всё сами. Да, она любила. Любила прекрасной и чистой любовью, на которую способна юность. Любила того коренастого смуглого лейтенанта, который прибыл в дивизию вместе с ней и был назначен командиром кавалерийского взвода 37-го полка. Нам даже не запомнилась его фамилия. Такой он был скромный, незаметный внешне. Но Дуси хотела воевать рядом с любимым человеком и добилась своего. Они решили не расставаться. На курсах и в армии, и в дивизии, и потом в полку всюду имелись понимающие командиры, которые находили возможность не разлучать их. Так они оказались на фронте почти рядом. Рядом под шквальным огнём противника и на многовёрстном марше под проливным дождём и в душной землянке. Рядом, даже в разных окопах, решая различные боевые задачи. В надежде увидеть друг друга на коротком привале на совещании у командира. Но вот в одном из боёв был ранен лейтенант кавалерист. Я видел Дусю, склонившуюся над ним, когда он лежал на носилках в полковой землянке. Она проводила его до меценбата. А когда в сентябре лейтенант вернулся из госпиталя, именно мне выпало сообщить ему горькую весть. Наша Дуся погибла. Я помню по-мальчишески искривлённые губы молодого офицера. Задрожавшие ресницы. Он закрыл лицо ладонями, а потом спросил, как она тут жила без меня. Да, именно так и спросил. Как жила? Не воевала, не командовала, а жила. Ведь это действительно тогда была наша жизнь. Атаки, бомбёжки. Вся наша жизнь состояла из войны. Я рассказал лейтенанту, как жила его Дуся. Младший лейтенант Евдокия Раенко за время его отсутствия. Как-то под вечер, направляясь в штаб батальона, она шла по траншеи, не отрытой ещё на полную глубину. Чёрная кубанка Дуси мелькала над песчаным бруствером траншеи. И в этот момент гитлеровский снайпер сразил нашу Дусь. Мы похоронили её со всеми почестями. На окраине небольшой деревушки Железница вырос в холмик свежей земли, увенчанная самодельным солдатским памятником. А над ним шумела листвой одинокая берёзка, такая же золотокудрой осенью, какой была наша Дуся Раенко. Девушка в кубанке.